Здравствуйте! Это факты мнения. Чувствовать пульс жизни. Так в администрации Краснодарского края называют работу с обращениями, поступающими от жителей Кубани. Специалисты подвели итоги в этой деятельности с начала года. Поступило более 76 тысяч обращений. Работу с ними в органах исполнительной власти, в муниципалитетах обсудили на специальном совещании с участием губернатора. В какой отрасли больше всего вопросов и пожеланий, в каком муниципалитете быстрее других реагируют на высказывания населения и что делают специалисты департамента внутренней политики региона, чтобы был услышан и замечен вопрос, поступивший даже из самого маленького населенного пункта Кубани. Обсудим это с Оксаной Калашниковой, начальником управления по работе с обращениями граждан департамента внутренней политики Краснодарского края. Оксана Александровна, хочется знать ваше мнение, как представители департамента. Как вы оцениваете такое количество поступивших обращений? На самом деле Краснодарский край субъект с очень активным населением и традиционно он занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по активности населения. Но в этом году мы наблюдаем незначительное снижение количества жалоб. По итогам 9 месяцев в администрацию Краснодарского края поступило 43 тысячи письменных обращений. Это на 8 процентов меньше, чем в прошлом году. И 28 тысяч сообщений поступило на многоканальный телефон администрации края. Это на 2 процента меньше тоже, чем в прошлом году. 5 тысяч обращений поступило в приемной администрации Краснодарского края. Устных это граждане, пришедшие на прием. То есть по итогам мы видим незначительное снижение, которое может свидетельствовать о том, что все-таки часть вопросов решаются, улучшается качество работы с обращениями. То есть 76 тысяч это только кажется, что так много. По мнению специалистов идет некое снижение, да? Да, безусловно. Снижение есть, мы его фиксируем и мы надеемся, что в будущем мы сможем предложить гражданам такие формы интересной работы, которые позволят и в дальнейшем снижать количество граждан. Ну а по данным, хочется понять, по данным департамента внутренней политики, влияет ли время года, скажем, лето, весна, зима и осень на вопросы от жителей нашего Краснодарского края? Может быть, пока чем-то заняты люди, им нет вопросов в администрацию? Сезонность влияет безусловно, но скорее не на количество, а на тематику обращения. На тематику, да? Если в летний период у нас очень остро стоят вопросы курортной сферы, то есть край посещают миллионы туристов ежегодно, естественно, летом возрастает количество обращений от приезжающих погостить. А зимой наоборот. Здесь, наверное, больше местные жители поднимают вопросы, связанные с отоплением, с перебоями, ввиду высоких нагрузок на электросети и так далее. Сезонный характер свойственен. Больше, конечно, количества. Мы такой анализ проводили неоднократно. От сезона не особо зависит. Вы уже начали говорить о тематике. Все-таки есть статистика департамента. Каков характер обращений? Все же это жалобы, это благодарности, это пожелания, какие-то советы люди хотят дать тем или иным структурам в администрацию края? Видят какое-то решение проблемы? Больше половины поступивших обращений это заявления. Заявления граждан с просьбой оказать содействие в решении каких-то вопросов бытовых, вопросов жизнеобеспечения, лекарственного обеспечения и так далее. Поступают и жалобы. В случае, когда по мнению заявителей нарушены права, мы можем говорить об обоснованности жалобы только по результатам рассмотрения. Кроме того, поступают предложения об улучшении каких-то отдельных сфер жизни. И за 9 месяцев текущего года порядка 200 благодарностей поступило в адрес губернатора. По результатам рассмотрения обращений, когда граждане удовлетворены, оперативно среагировали на их проблемы и, соответственно, благодарят и руководству, и команду, и руководителей органов исполнительной власти, муниципалитетов, врачей, учителей и так далее за оперативную реакцию. Надо же, я думала, что благодарности реже пишут. Нет, благодарности достаточно часто поступают, и это очень хорошо, это обратная связь. Мы понимаем в этом случае, что результат все-таки... А каким ведомствам, департаментам, министерствам чаще адресованы послания людей? В этом году лидером, безусловным, у нас по количеству обращений, которые были направлены на рассмотрение госжилы инспекции окрая, является претензии к работе управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, это несогласие граждан с расчетами по коммунальным платежам, порядка 20 тысяч обращений рассмотрено было в государственной жилищной инспекции. Министерство здравоохранения, это просьба об оказании медицинской помощи, просьбы о лекарственном обеспечении, 10 тысяч обращений в этом году, порядка 10, я немножко округляю. Также много обращений поступило в департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, Министерство труда и социального развития, Министерство образования, науки и молодежной политики. Это, пожалуй, лидеры. А вот, например, среднестатистическое обращение, если это не откровенная жалоба, допустим, а какое-то пожелание или предложение сделать так-то и так-то, можете вспомнить, что поступало, какие? Что запомнилось в последнее время, может быть? Скажем, в сфере образования. В сфере образования очень много у нас активных заявителей, которые предлагают научные разработки определенные, какие-то интересные проекты кадровые по обучению молодежи, допустим. Очень много сейчас приходит откликов в связи с проведением конкурса краевого лидера Кубани, если вы слышали о нем. Да, конечно, конечно. Активно очень молодежь реагирует. На самом деле, очень много разных, достаточно активный край в этом смысле, и достаточно много самых разных предложений в разных сферах. Не обязательно образование, кадровая политика. Большой процент, это примерно 10% это предложение по улучшению отдельных сфер жизни у нас поступает от жителей края, за что мы им очень благодарны. По информации Департамента внутренней политики, все-таки более активное население какого возраста? Люди постарше, либо молодежь тоже включается в этот процесс? С развитием информационно-телекоммуникационных сетей, конечно, молодежь активнее стала сейчас. Но молодежь больше, наверное, в соцсетях, в личном аккаунте губернатора привыкли общаться. Если говорить о нашей аудитории, то это люди, конечно, среднего возраста, от 40 до 60 лет. Но удивительно то, что мы уже уходим от традиционных форм письменных посланий. А вот этот возраст, это связано с тем, что у нас все-таки край такой специфичный, больше сельской местности, а там преимущественно пенсионеры? Безусловно, да. Я думаю, да. И мне кажется, что на самом деле неплохо, когда есть возможность благодаря развитию различных средств коммуникации слышать и молодежь, и людей среднего возраста. Мы анализируем все обращения, и для нас это имеет большое значение, эти предложения, проблемы, которые поднимают граждане. Но все-таки каким способом на сегодняшний день Департамент внутренней политики принимают вопросы, обращения от граждан. Это по старинке какие-то бумажные письма, это электронная версия, смс-сообщение с мобильного. Что можно сейчас, какой вариант можно выбрать сейчас? Ну, во-первых, мы, естественно, не уходим от традиционных способов. От традиционных. Письмо, конверт и так далее. Но вместе с тем в последнее время наметилась тенденция для увеличения количества электронных обращений. У нас сейчас соотношение где-то 70 на 30, 70 электронных и 30 письменных обращений. Кроме того, можно обратиться в приемную администрацию края Красная, 35, вход со стороны улицы Ленина. И также очень активно в последнее время многоканальный наш телефон 268-60-44. Плюс те электронные средства, о которых я говорила, это не только виртуальная приемная администрация Краснодарского края. Аккаунты в соцсетях. Это сайт губернатора Кубани Венимина Ивановича Кондратьева, в кондратьев.ру тоже активно. Мы абсолютно все сообщения рассматриваем. Абсолютно на все сообщения обращения дается письменный ответ, установленный законом сроки. А какой порядок ответов в электронном виде существует? Через сколько дней требуется на рассмотрение письма, на ответ? Как это работает? Законом установлены единые подходы к рассмотрению обращения, независимо от формы письменной, но электронной. Законом определенно установлен 30-дневный срок. В отдельных случаях этот срок может быть продлен еще на 30 дней. То есть максимальное обращение может рассматриваться 60 дней. В том случае, если необходимо более детальное изучение, либо необходимо направить запросы ванные органы для того, чтобы объективно рассмотреть все факты. А есть, бывают такие случаи, требующие особого внимания? Бывают, конечно. Бывают. И таких случаев очень много, особенно. Вот мы сейчас ждем сезон отопительный. И, естественно, многим нашим органам исполнительной власти, муниципалитетам потребуется делать соответствующие запросы в ресурсоснабжающие организации. Так что придется подождать, и это нормально. Да. Ну, и нужно просто здесь быть терпимее, потому что это все занимает время, и гражданам как-то нужно с большим пониманием относиться. Да, конечно, конечно. Ну вот смотрите, одно из популярных еще, мы не упомянули, способов общения с властью, это видеоприемы. Они, по-моему, с этого года появились. Летом. Как это прижилось ли? С 1 июля мы запустили масштабную такую кампанию по осуществлению приема граждан во всех муниципалитетах. Каждую среду в рамках работы администрации муниципального образования любой гражданин может обратиться в администрацию своего муниципалитета вплоть до поселенческого уровня, и ему обеспечат прием в режиме связи с краевыми специалистами по любым вопросам. Гражданам очень понравилась эта инициатива. Вот с 1 июля мы уже приняли, прошло порядка 300 приемов и принято более тысячи человек. Мы надеемся эту систему развивать. И как мне кажется, что вот эти вот дополнительные формы взаимодействия людей и власти, они, конечно, и повлияли на то снижение, о котором мы говорили вначале с вами. А чтобы это было возможным, какая техническая работа была произведена и каково участие здесь и департамента внутренней политики, и финансовый вопрос, затратно это было? Для муниципалитетов не затратно абсолютно. Большая часть работы, конечно, департамента внутренней политики была проведена. Мы полностью обеспечили техническую возможность, установили специальные рабочие места. У нас специальное программное обеспечение стоит в муниципалитетах, которое позволяет в закрытом режиме, это персональные данные, необходимо, чтобы по защищенным каналам связи они передавались. Поэтому это специальное программное обеспечение было установлено. В настоящее время мы оказываем всю практическую, методическую необходимую помощь для обслуживания этого программного обеспечения, осуществляем мониторинг приема и все технические неполадки тоже берем на себя, занимаемся сами, помогаем, насколько это возможно. Ну и последний вопрос. Губернатор всегда призывает к упрощению работы и к повышению качества работы с людьми, с обращениями. Какую работу в этом направлении видит департамент и что делается? Мы стараемся постоянно искать новые формы работы, новые формы оценки удовлетворенности заявителями, результатами рассмотрения их обращений. В частности, вот с 1 января этого года мы запустили опрос в электронном виде для пользователей электронных сетей. По истечении срока рассмотрения обращений они получают специальную анкетку и могут оценить качество той работы, которая была проведена с ними в рамках рассмотрения обращения. Я думаю, что те результаты, которые вы уже получаете, удовлетворяют департамент и все идет в верном направлении. Благодарю вас. В программе «Факты. Мнения» была Оксана Калашникова, начальник управления по работе с обращениями граждан департамента внутренней политики Краснодарского края. Всего хорошего. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok